а вы не забыли приобрести книги серии забытые руины друзья поддержите проект друзья салют движемся с алексеем по бенкмеле я нарочно отошел чтобы видели вы размеры этой ширина этой дороге ширина уцелевших вот этих плит это как всегда все опять грандиозные огромные если у нас блок был то вот он начинался и вот раз два три и четыре и только тут он примыкал он сейчас треснул мы видим их прекрасные ровные грани здесь нет реставрации вот видите какие замки как замыкали примыкали их потом заливали соответственно опять стяжку которые убрана и уже закрывали для долине на спине нога здесь его хорошо увидеть что он 5 ухты головы и сложные я имею ввиду множество отверстий при каких-то скреплений каких-то переходов ведь одно в другое это все способы соединения блоков это еще пока что мы идем по ухты и каждый раз вот какой-то выводчик сюда задвигали ну и опять к вопросу о том что напольное скажем так покрытие это нулевое у нас швы нет никакого никакой возможности между ними поместить когда они в оригинале часть отцелел этой дороги большая часть уже попла когда в оригинале даже листа бумаги каждый блок это прям блок а что такое выпилить подобное не просто маленькая выглядеть а и сложить как это потом римляне брали со стены перекладывали мы говорим о масштабных каких-то работах потом это все еще оформлялась вот в такие в прекрасные стены галереи переходы ну и потом за в итоге все это засыпало итог таков что это все раскапывали сейчас до сих пор еще идет минирование разминирование точнее царство ногов этого и стропинок сходить здесь крайне не рекомендовано вот такой великолепный ног можно пятиголовому ногу вот у него такой символ на груди пятиголовому ногу посмотреть даже в глаза вполне даже они дракона подобны у змей же нет зубов здесь же у нас есть змеи ой зубы клыки они действительно как будто бы корона над ними или как некоторые мне пишут что за кокошники решайте сами что за кокошники у этих змей горынычей но не случайно сказал змей горыныч потому что первая ассоциация человеку знающему русские народные сказки мы сразу ассоциативно воспринимается это тот самый змей горыныч причем если мы вспомним то змей горыныч не только трехголовый в сказках у нас о пяти о семи о двенадцати тринадцати там по или двенадцати на посмотреть головах но нечетное да должно быть значит тринадцати голова разные существа разные головы и точнее существа лёша сейчас идет вот он там впереди конечно мастер слова мастер этого места я не только пробинк миле вообще-то в огромного региона знаток великолепный и повезло невероятное youtube-канал забытый руина всем зрителям нам позвоночник как выделить позвоночника хребет внешний такой вот ну красиво с алексеем потому что поверь невероятно повезло лишь тут знает все и честно главное скажет вот это у нас допустим доказано это доказанные вещи и другое ну то есть какие то вот допустим то что считается из-за исторический факт абсолютно абсолютно без доказательна и вот мы подходим к первому впечатляющему объекту ухты ухты тонны тонны ребята сразу тонны шедевров опять у нас тонны шедевров вы посмотрите на это тонны когда говорят то нет но тут же это мягкий камень и обработать то его легко да и просто вот такой вот элемент просто же сделать г-образный большой достаточно вот потом еще в замок уйти ухты ноги это было занесено сейчас чуть-чуть верхушка очищены и все лёш я вот твой закономерный вопрос называется ты снимай меня я снимаю тебя ты знаешь закономерный вопрос про разрушение во-первых это очень согласуется с тем что я встречаю в античных руинах которые не перестроены еще то есть вот тут я понимаю что немножко на поверхности подочистили максимум что смогли сделать дали кое-какие деревья выставили подпорки чтобы дальше все чтобы дальше уже не развалилась а не трогать не трогали вот как она здесь ну понятно какой что-то что-то чуть-чуть возможно отдельный камень отдельные камни передвинули ну вот например вот эту махину просто это это вообще я каждый раз теряю до речья к тому что сколько бы я не видел этих глыб вот например сразу вспоминается театр согласос он также разрушен у нас в малой азии четко объясняют в анатолии ну что вы хотите было столько землетрясения они все вот так вот развалили здесь я так понимаю деревьям жизнедеятельности деревьев объясняют где ну да да ну видно что все иначе чем они говорят землетрясение ну конечно они тоже говорят что возможно были на нас и не надо давать так вот мы видим справа стена целая галереи прекрасно идет вот там тоже все целое вдали как крыш даже осталось а если мы внутри пойдем и там везде такое увидим что-то разрушена а что-то рядом просто идеальная нетронутая здесь не сложно подойди хотя бы к ним вот просто чуть поближе я хочу даже зрители осознали что в первую перед нами лежат тонны что мы не говорим сегодня о десятках килограммов там о паре сотен килограммов что маленький блок вот этот блок например 600 килограммов то есть он начинается 600 ближе к тонне мы округлять до тонны будем чем до килограммов а мы еще взвешивать это я занижаю конечно потому что я всегда чуть-чуть при ниже и таких блоков у нас здесь ну ну реально тут тысячи и тысячи каждый из них каждый из них конечно еще декорирован я так понимаю что внешние блоки с нару с наружными все это смешалось здесь туда особо ну тут хоть можно тихонько очень не надо проходить лучше найдем где можно пройти хочется посмотреть грани ну ладно видно что они очень как всегда везде здесь сработано было четко и подгонка шла образцовая некоторый декор порушен и разница тем же с антурватом во первых блоки маленькие на стенах видишь стены составлены из довольно маленьких блоков сейчас сейчас и приближ и лотерита здесь нет то есть здесь основной материал от вот этот голубой песчаник мы же не видим вообще основание ну ты знаешь каждая грань несмотря вот на эрозию блоков гранита у них прекрасный слушай нет 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 ну вот он посмотри какое сочетание камера даже лучше а вот еще да вот еще даже пожалуйста то есть как ни странно камера даже лучше показывает когда говорят но там же внутри все грубая грубая на самом деле у нас только снаружи грубо хочется ответить на тем кто говорит что внутри все грубая внутри подгонка прекрасная грубая снаружи и причина этому несколько и штукатурка ну понятно что на эрозию мы сейчас не проговорили с одной стороны нанесение штукатурки нанесение каких-то составов в том числе сусального золота а еще все это соскабливали все эти золото сусальное соскабливать разумеется ты оставишь следы какие не попадя и плоскости у нас сначала идут ровные а потом на этих ровных плоскостях уже нанесены это уже нанесены уже нанесены следы для обработки для какого-то покрытия последующего это вообще у нас что вход да и так понимает центральный южный вход то же самое по принципу это балюстрада она на самом деле метра на три была приподнята то есть сейчас большой и вот так деревья в принципе храмы разрушают большое мощное дерево она просто захватила его она действительно выдавила уцепилась корнями глубоко запустила корни просто в камне гигантская ухты ухты очень интересно вначале 2000 здесь французский режиссер самый который снял 7 лет в тибете в мишель снимал фильм про двух тигров про братьев и вот специально для съемок этого фильма были выстроены мостки после того как фильм сняли мостки не стали разбирать а стали их использовать для туристов ну правда я должен сказать что их постоянно ремонтируют ремонтируют все-таки дорожек чуть-чуть добавить давай скажем что мы туда еще может быть до угла хоть давай дойдем или мы обойдем потом это зацепим здесь сразу хорошо добро да да ну я понял я уже оценил что здесь можно вдоль этой стены только проходить полдня приглядываясь ну библиотека по старой доброй традиции лёша слушай пересмотрите наши наши видео о алексея да алексея есть youtube канал мир на блюдечке добавляйте друзья ну и вы на канале забытые руины я пришлю размещу ссылки вы сможете воспользоваться и перейти к лёше и действительно увидеть почему это библиотеки когда это почему это не библиотеки когда это придумали кто и зачем наш на общее впечатление что здесь опять вот у нас же есть там где стоит эти вот библиотеки есть какое-то заглубление такое бассейн его типа вот у меня просто эта чаша я смотрю она правильно догадался потому что есть такие слухи есть догадки что территория внутри храма была заполнена водой просто эти мазки такие переходики что там ты то есть смысл иначе ты бы спокойно мог пройти по поверхности а там нас много мазков и тут вообще но впечатление поверхность ну да ну да но есть ощущение что они были заполнены водой гигантское основание мне говорит что ты господи господи ну я просто держать не могу своих ощущений и блоки когда ты сказал сначала что блоки стен небольшие я с тобой будут стен стен да ну вот здесь посмотри тут вот эти стены они собраны наружность а наружной стене только а вот это она и сохранилась но тут тут идеально сейчас приближ я крайне редко говорю слово идеально то есть для меня сказать идеально я поджой избегая этого слова идеале от прям над за счет идеально а здесь визуализировано все это сделано правда идеально я вижу как разошлись вот например вот тут вот блок разошелся сейчас приближу да вот он разошелся но ты понимаешь грани они не стык упирались плоскости вертикально горизонтальные серии 90 градусов угол у них вообще любой угол мог быть реализован и это и они вообще не боялись вот опять он какие великолепные камни они не боялись стыковок видно что грани образцовые когда говорят об анкоре строениях вообще камбоджи то ручная работа но это вот посильные людям уровень ничем не занимаюсь больше вообще не сомневаюсь лишь лишь нет у меня нет уверенности что даже в 500 600 лет ты за это сделаешь вопрос в инженерные мысли вопрос в мегалитах вопрос в этих супер качественных подгонках их нельзя сделать просто случайно вот случайные вещи но но не но не случайно только сфинкса надуло ветром понимаешь видимо и пирамиды тоже за компанию под надуло господи конечно я бы многое дал походить здесь когда здесь не было вот этих заборов но ты говоришь что здесь могли быть мины в то время были были мины вместо с локацией вот перебью я еще не был не видел вот мосток ну мосток это мягко прекрасный большой мост ну вот мы говорим про него он как раз идет к этому центральному зданию зачем было это все приподнимать вот так напротив очень красивый барельеф над дверью я сейчас постараюсь приближать близко к сожалению подойдешь я про орнаменты которые опять проработаны к сожалению не очень хорошо наверное видно это зрителям как они проработаны но я думаю что они если мы бы сравнивали то нашли бы здесь нисколько не худший вариант чем в музее но тут все таки странноватые барельефы странноватые довольно другие они своеобразные я не не хочу говорить примитивные они своеобразные примитиве я даже не говорю суши язык какие вот вот так и около таких блоков конечно надо вставать чтобы вообще пояснять но непонятность вот это надо здесь быть чтобы понять сколько грандиозной а дальше у нас за закрытой никогда не открываемой на муж каким-то чудодейственными способами дверью и идет галерея вот туда она уходит но в нее доступа нет езды а есть да оттуда тут можно пройтись в основном да и завалены это очень большие колонны очень большие по толщине они прям ощутимо крупнее чем в других здесь они толще даже отсюда они смотрятся если ближе подходить да вот эти блоки внутренних каких-то стенок идут но они если бы только такие были блоки мы бы могли спокойно сказать ну да действительно он сделан из небольших а когда а вдобавок ко всему стеночка вон маленький маленькая и и потом уже ровняли я про линию про вот эту линию опять у нас сначала укладываем потом ровняем и декор тоже потом наносили здесь потому что можно посмотреть некоторые блоки стыкуются а декор идет непрерывно такие места из которых не хочется уходить какая-то идиллия мощь откуда хочется сбежать за только приезжаешь очень болезненно реагирована пирамиды в египте прям тяжко то есть у меня чувство беги отсюда бегите в голове беги отсюда вот прям вот 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 такое это уже меня я понимаю что это я про кокер все говорят из такое количество людей самых разных ладно бы один спридумал и все повторяли какой-то фактом выдуманный но мы говорим об ощущениях людей аж а там как то вот тоже там туда мы к сожалению уже пройти не служак да 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 не 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 мы мы пройдем мы пройдем хотя бы нам хотя просто посмотреть тоже здорово друзья youtube канал забытые руины не забывайте приобретать книги в том числе сказания титанов их книги серии забытые рынок поддержать нас подписывайтесь на канал алексея но мы будем продолжение уже будет следующем видео